Красивые мячи в ворота соперника футболисты команды Амур забивают автоматически. На днях ребята вернулись из Пекина, где стали победителями во всех десяти играх. Одну из них мальчишки закончили со счетом 9-0. Хотя нападающий Амура, он же капитан команды Егор, признался, легко далось не все. «Были такие игры, когда могли забить первый мяч, счет держался по нулям, но потом собрались, забили гол и потом уже просто додавили соперника. Бывали такие игры, когда сразу на минутах первых забиваешь гол и уже там просто по игре уже соперника додавливаешь». Да и своих китайских соперников благовещенцы уже знали в лицо. Встречались на нашем футбольном поле летом. К слову, тогда Амур тоже оказался лучшим. Однако в паре игр все же уступил мальчишкам из Поднебесной. Игры в Пекине стали ответным жестом. Их приурочили к дню рождения республики. И хотя встреча носила дружеский характер, спортивного азарта никто не отменял. «Я настраивал на то, что мы всю Россию представляем. Мальчишки очень, конечно, здорово это приняли и выкладывались на поле. Играли хорошо. Не грубо. Китайская сторона это отметила, что даже были какие-то столкновения. Китайский мальчишка, либо наш, всегда протянет руку, под ними там». И хотя фактически наши ребята оказались лучшими, медали и награды вручили всем командам без исключения. А чемпионам в турнире единогласно признали дружбу.